Последняя, самая нижняя страница письма, написанного четыре года назад, была покрыта пятнами цвета старинной кожи и порвана на сгибах в двух местах, закончив читать Зу и довольно бережно переложил ее назад, чтобы страницы легли по порядку. Он выровнял края, постукивая страницы о свои колени, нахмурился затем с небрежностью, как будто он, ей-богу, читал это письмо последний раз в жизни. Он затолкал страницы в конверт, словно это была набивочная стружка. Он положил пухлый конверт на край ванны и затеял с ним маленькую игру, пощелкивая одним пальцем по набитому конверту, он толкал его взад и вперед по самому краю, как будто пытался проверить, удастся ли ему все время двигать конверт таким образом, чтобы тот не свалился в воду. Прошло добрых пять минут, пока он не толкнул конверт так, что едва успел его подхватить, на чем игра и закончилась. Держа спасенный конверт в руке, Зуи уселся поглубже, так что колени тоже ушли под воду, минуту или две он рассеянно созерцал кафельную стену прямо перед собой, потом взглянул на сигарету, лежащую в мыльнице, взял ее, раза два попробовал затянуться, сигарета давно погасла. Он внезапно снова уселся, так что вода в ванне заходила ходуном и опустил сухую левую руку за край ванны. На коврике возле ванны лежала названием кверху рукопись, отпечатанная на машинке. Он взял рукопись и поднял ее наверх, в том положении, как она лежала. Бегло взглянув на нее, он засунул письмо четырехлетней давности в самую середину, где листы были сшиты особенно плотно. Затем он пристроил рукопись на своих уже мокрых коленях, примерно на дюйм выше поверхности воды, и принялся листать страницы. Добравшись до девятой страницы, он развернул рукопись, как журнал, и стал читать или изучать ее. Реплики Рика были жирно подчеркнуты мягким карандашом. Тина подавлена. Ах, милый, 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 не принесла я тебе удачи, верно? Рик, не говори, никогда больше не говори так, слышишь? Тина, но это же правда, я невезучка, жуткая невезучка. Если бы не я, Скотт Кинкейт, уже тысячу лет назад взял бы тебя в контору в Буэнос-Айрисе. Я все на свете испортила, идет к окну. Да, я вроде тех лис или синят, что портят виноградники. Мне кажется, что я играю в какой-то ужасно сложной пьесе. Но самое смешное, что я-то не сложная. Я, это просто я, оборачивается. О, Рик, Рик, мне так страшно, что с нами творится? Кажется, я уже не могу найти нас. Я шарю, ищу, а нас нет и нет. Я боюсь, я как перепуганный ребенок, выглядывает в окно. Ненавижу этот дождь. Иногда мне чудится, что я лежу мертвая под дождем. Рик, мирно. Моя дорогая, это кажется строчкой из «Прощай оружие». Тина оборачивается вне себя. Убирайся отсюда, убирайся, убирайся вон, пока я не выбросилась из окна. Слышишь? Рик, хватая ее в объятия. Ну-ка, послушай меня, моя маленькая полоумная красавица. Моя прелесть, мое дитя, вечно ты играешь. Разыгрываешь трагедии. Зуи внезапно прервал чтение, услышав голос матери. Настойчивый, наигранно деловитый по ту сторону двери. Зуи, ты все еще сидишь в ванне? Да, я все еще сижу в ванне. А что? Можно мне войти на секундочку? Господи, мама, я же в ванне сижу. Боже мой! Я на минуточку прошу тебя, задерни занавеску. Зуи бросил прощальный взгляд на страницу, потом закрыл рукопись и бросил ее на пол возле ванны. Господи Иисусе Христе, сказал он, мне чудится, что я лежу мертвая под дождем. Ярко-красная, усыпанная канареечно-желтыми диезами, бемолями и скрипичными ключами занавеска для душа, была подвешена на пластмассовых кольцах и хромированной перекладине и сдвинутой к из ножью ванны. Зуи сел, наклонился вперед и резко дернул занавеску так, что она совсем скрыла его из виду. Хорошо, господи, если уж входишь, то входи, сказал он. В его голосе не было характерных актерских модуляций, но это был почти чрезмерно звучный голос. И когда Зуи не старался его приглушать, он немилосердно разносился. Много лет назад, когда он еще выступал в умном ребенке, ему постоянно напоминали, что надо держаться подальше от микрофона. Дверь отворилась, и в ванную боком проскользнула миссис Глаз, женщина средней полноты с волосами, уложенными под сеткой. Возраст ее при любых обстоятельствах воинственно противился определению, а уж в сетке для волос и подавно. Ее появление в комнатах обычно воспринималось не только визуально, но и на слух. Не понимаю, как ты можешь так долго сидеть в ванне? Она сразу же закрыла за собой дверь, как будто вела нескончаемую войну за жизнь своего потомства с простудами от сквозняков в ванной. Это просто вредно для здоровья, сказала она. Ты знаешь, сколько ты сидишь в этой ванне? Ровно сорок пять. Не надо. Не говори, Бесси. То есть, как это, не говори. Не говори все. Оставь меня в блаженном неведении о том, что ты там за дверью считала минуты, пока никто никаких минут не считал, молодой человек, сказала миссис Глаз. Дела у нее и без того хватало. Она принесла с собой продолговатый пакетик из белой бумаги, перевязанный золотым шнурком. Судя по всему, в нем мог быть предмет размером примерно с большой бриллиант или с насадку для крана. Прищурившись, миссис Глаз посмотрела на сверток и принялась дергать за шнурок. Узел не поддавался. И она попыталась развязать его зубами. На ней было ее обычное домашнее одеяние, то самое, которое ее сын Бадди, который был писателем и, следовательно, как утверждает сам Кавка, не очень приятным человеком, окрестил униформой провозвестницы смерти. Это одеяние состояло в основном из допотопного японского кимоно темно-синего цвета. Днем она почти всегда расхаживала в нем. По дому многочисленные складки оккультно-колдовского вида служили хранилищем для массы мелочей, которые должны быть под рукой у страстного курильщика и монтера-самоучки. Вдобавок с боков были нашиты два вместительных кармана, в которых обычно лежали две-три пачки сигарет, несколько складных картонок со спичками, отвертка, молоток, гвоздодер, охотничий нож, некогда принадлежавший кому-то из ее сыновей, пара эмалированных ручек от кранов и еще целый набор шурупов, гвоздей, дверных петель и шарика подшипников. И все это сопровождало приглушенным позвякиванием любое перемещение миссис Глаз по просторной квартире. Уже лет десять, если не больше, обе ее дочери постоянно и безуспешно сговаривались выбросить одрехлевшее кимоно матери. Ее замужняя дочь Бубу намекала, что прежде чем вынести его в корзине для мусора, пожалуй, придется оглушить его каким-нибудь тупым орудием, чтобы избавить от лишних мучений. Но как бы экзотически не выглядело это восточное облачение, оно ни капельки не искажало то единственное ошеломляющее впечатление, которое миссис Глаз в домашнем виде производила на зрителей определенного типа. Глазы жили в старом, но вовсе не старомодном доме в районе восточных семидесятых, где, пожалуй, две трети обитательниц солидного возраста носили меховые шубки, а когда они выходили из дому обычным солнечным утром, то спустя полчаса их можно было почти наверняка встретить в лифте у Лорда и Тейлора, Сакса или Бонуита Тейлора. На этом типичном манхэттенском фоне миссис Глаз с непредвзятой точки зрения бросалась в глаза как довольно приятное исключение. Во-первых, можно было подумать, что она никогда в жизни не выходит из дому. А уж если и выйдет, то на плечах у нее будет темная шаль, и отправится она в сторону О'Коннелл-стрит, чтобы потребовать выдачи тела одного из ее сыновей, наполовину ирландцев, наполовину евреев, которого в какой-то религиозной неразберихе только что пристрелили черно-желтые. Зуи вдруг подозрительно окликнул ее. «Мама, ради всего святого, что ты там делаешь?» Миссис Глаз развернула пакет и внимательно читала инструкцию, напечатанную мелкими буквами на коробочке с зубной пастой. «Не распускай язык, пожалуйста», – рассеянно бросила она. Затем она подошла к аптечке, которая примастилась на стене над раковиной. Она открыла зеркальную дверцу и воззрилась на битком набитые полки, точнее, пробежала по ним прищуренным взглядом заправского мастера по возделыванию домашних аптечек. Перед ее взором предстала толпа, так сказать, золотых фармацевтических нарциссов в перемешку с несколькими более примитивными предметами. На полках находился йод, марганцовка, капсулы с витаминами, зубной эликсир, аспирин, анацин, буферин, аргироль, мастероль, экслак и магнезиевое молоко, английская соль, аспергиум, две безопасные бритвы, одна полуавтоматическая бритва, два тюбика крема для бритья, помятая, чуть надорванная фотография толстого черно-белого кота спящего на перилах террасы, три расчески, две щетки для волос, бутылка репейного масла, бутылка фитчевой жидкости от перхоти, маленькая коробочка без надписи с глицериновыми свечами, капли викса от наспорка, шампунь викса, шесть кусков туалетного мыла, корешки от трех билетов на мюзикл 1946 года «Зови меня, мистер». Две морские раковины, целый набор стертых от употребления листов наждачной бумаги, две банки моющей пасты, три пары ножниц, пилка для ногтей, прозрачный голубой шарик, который назывался у игроков шарики, по крайней мере, в 20-е годы, частюля, крем, стягивающий поры лица, пинцеты для выщипывания бровей, золотые дамские часики в разобранном виде и без ремешка, коробочка соды, перстенек ученицы школы-интерната с выщербленным ониксом, бутылка стопот и хотите, верьте, хотите, нет, еще масса всякой всячины. Миссис Глаз быстро протянула руку вверх, достала что-то с нижней полки, бросила в корзину для мусора, раздался приглушенный жестяной стук. «Я кладу сюда для тебя новую зубную пасту, на которой все помешались», объявила она, не оборачиваясь и кладя пасту на полку. «Пора тебе бросить этот дурацкий порошок, от него с твоих чудных зубов вся эмаль слезет, у тебя такие чудные зубы, и не мешает тебе получше о них». «А кто это сказал?» Из-за занавески раздался сильный всплеск. «Кто, черт возьми, сказал, что от него с моих чудных зубов вся эмаль слезет?» «Я сказала». Миссис Глаз окинула свой сад последним оценивающим взглядом. «Прошу тебя пользоваться пастой». Она потолкнула сложенными лопаточкой пальцами непочатую коробочку с английской солью, чтобы та не нарушала равнение в рядах вечных обитателей аптечного сада и закрыла дверцу. Затем пустила холодную воду в раковину. «Хотела бы я знать, кто это моет руки и не споласкивает за собой раковину», сурово сказала она. «В семье, по-моему, только взрослые люди». Она пустила воду еще сильнее и одной рукой быстро и начисто вымыла раковину. «Конечно, ты еще не говорил со своей младшей сестренкой», сказала она, оборачиваясь и глядя на занавес. «Нет, я еще не говорил со своей младшей сестренкой. Послушай, а не пора ли тебе топать отсюда?» «А почему ты не поговорил?» – строго спросила миссис Глаз. «По-моему, это нехорошо, Зуи. По-моему, это совсем нехорошо. Я специально просила тебя, пожалуйста, пойди и проверь, не случилось ли...» «Во-первых, Бесси, я встал всего час назад. Во-вторых, вчера вечером я беседовал с ней битых два часа. И, по-моему, если говорить откровенно, ей ни с кем сегодня говорить не хочется. А, в-третьих, если ты не уберешься из ванной, я возьму и подожгу эту чертову занавеску. Я не шучу, Бесси». Где-то посередине этого перечисления по пунктам миссис Глаз перестала слушать и села. «Бывает, что я почти готова убить Бадди за то, что он живет без телефона», – сказала она. «В этом нет никакой необходимости. И как это взрослый мужчина может жить вот так, без телефона, без всего? Никто не собирается нарушать его покой, если ему так угодно. Но я совершенно уверен, что незачем жить отшельником». Она передернула плечами и скрестила ноги. «Господи, помилуй, да это просто опасно!» «А вдруг он сломает ногу или еще что?» «В такой глуши. Меня это все время грызет». «Грызет? А что тебя грызет? То, что он ногу сломает или то, что у него нет телефона, когда тебе это нужно?» «Меня, к вашему сведению, молодой человек, грызет и то, и другое». «Так вот, не беспокойся, не трать времени даром. Ты такая бестолковая, Бесси!» «Ну а чего ты такая бестолковая? Ты же знаешь, Бадди, боже ты мой!» «Даже если он забредет на двадцать миль в лесную глухомань, сломает себе обе ноги, да еще стрела, черт возьми, будет торчать у него между лопатками, он все равно доползет до своего логова проверить, не проник ли кто-нибудь туда в его отсутствие, чтобы примерить его галоши». Из-за занавеса донесся короткий и приятный смешок, хотя и несколько демонического оттенка. «Поверь мне на слово, ему так дорог его проклятый покой, что ни в каких лесах он помирать не станет». «Никто и не говорил о смерти», – сказала миссис Глаз. Она без видимой необходимости чуть-чуть поправила сетку на волосах. Я целое утро дозванивалась по телефону до его соседей, которые живут дальше по шоссе, а они даже не отвечают, просто возмутительно, что к нему никак не пробиться. Сколько раз я его умоляла перенести этот дурацкий телефон из комнаты, где они раньше жили с Симором, это просто ненормально. Если что-то действительно стрясется, ему будет необходим телефон, это просто невыносимо. Я вечером звонила два раза и раза четыре сегодня. А почему это невыносимо? Во-первых, с чего это совершенно чужие люди должны быть у нас на побегушках? Никто не говорит ни о каких людях и ни о каких побегушках. Зуи, пожалуйста, не дерзи, слышишь? Если хочешь знать, я ужасно волнуюсь за нашу девочку. Я считаю, что Бадди должен знать обо всем. К твоему сведению убеждена, что он мне никогда не простит, что я в таком положении не обратилась к нему. Ну ладно, ладно. Так почему ты дергаешь его соседей, а не позвонишь в колледж? Ты прекрасно знаешь, что в это время его дома не застать. Будь любезен. Не кричи во весь голос, молодой человек. Здесь глухих нет. Если хочешь знать, я уже звонила в колледж. Только я по опыту знаю, что от этого никакого проку не будет. Они просто кладут записочки ему на стол. Я уверен, что он в свой кабинет вообще не заходит. Миссис Глаз внезапно наклонилась, не вставая с места, протянула руку и взяла что-то с крышки бельевой корзины. У тебя там есть мочалка? Спросила она. Она называется губка, а не мочалка. И мне нужно, Бесси, только одно. Черт побери, чтобы меня оставили одного в ванной. Это мое единственное простое желание. Если бы я мечтал, чтобы сюда нахлынули все пышнотелые ирландские розы, которым случилось проходить мимо, я бы об этом сказал. Пора. Давай, двигай отсюда. Зуи, терпеливо сказала миссис Глаз. Я держу в руках чистую мочалку. Нужна она тебе или не нужна? Скажи, пожалуйста, одно слово. Да или нет? О, Господи! Да, да, да! Больше всего на свете! Бросай ее сюда! Я не собираюсь ее бросать. Я ее дам тебе в руки. В этой семье вечно все швыряют. Миссис Глаз поднялась, сделала три шага к занавесу и дождалась, когда оттуда протянется рука, словно отделенное тело. Благодарен до гроба. А теперь, пожалуйста, очисти помещение. Я и так уже потерял фунтов десять. Ничего удивительного. Сидишь в этой ванне буквально до посинения. А потом... О, это еще что! Миссис Глаз с неподдельным интересом наклонилась и взяла с полу рукопись, которую Зуи читал перед ее приходом. «Сценарий, который тебе прислал Лессаж?» Спросила она. «На полу?» Ответа она не получила. Так Ева могла бы спросить у Кайна. Неужели это его чудная новая мотыга мокнет под дождем? Прекрасное место для рукописи, ничего не скажешь. Она отнесла рукопись к окну и бережно водрузила ее на батарею. Потом осмотрела рукопись, словно проверяя, не подмокла ли она. Штора на окне была спущена. Зуи читал в ванной при верхнем свете, но утренний свет пробился в щель под шторой и осветил первую страницу рукописи. Миссис Глаз склонила голову на бок, чтобы удобнее было читать заглавие, и одновременно вытащила из кармана кимоно пачку длинных сигарет. — Сердце осенней бродяга. Медленно прочла она вслух. Необычное название. Ответ из-за занавески послышался не сразу, но в нем звучало явное удовольствие. — Какое? — Какое там название? Но миссис Глаз не удалось застать врасплох. Она отступила на прежнюю позицию и усела с сигаретой в руке. — Необычное, — я сказала. Я не говорила, что оно красивое или еще что. Поэтому... Ах, силы небесные! Надо вставать с утра пораньше, чтобы не пропустить классную вещь. Бесси, детка, а знаешь, какое у тебя сердце? Твое сердце, Бесси, осенний гараж. Как тебе нравится заглавие для боевика? Черт побери, многие люди, многие невежды полагают, полагают, что в нашем семействе нет прирожденных литераторов, кроме Симора и Бадди. Но стоит мне подумать, стоит мне на минутку присесть и подумать о чувствительной прозе и о гаражах. Я готов все перечеркнуть, все переиначить. Хватит, хватит, молодой человек, — сказала миссис Глаз. Безотносительно к тому, какие заглавия телебоевиков ей нравились, и вообще независимо от ее эстетических вкусов, в ее глазах блеснуло мгновенно, но блеснуло наслаждение знатока той манерой дерзить, которая отличала ее младшего сына, единственного красавца среди ее сыновей. На долю секунды это выражение согнало налет бесконечной усталости, который с самого начала разговора оставался у нее на лице. Однако она почти мгновенно снова приготовилась к защите. А что я сказал про это название? Оно и вправду очень необычное. А ты? Тебе ничто и никогда не кажется необычным или прекрасным. Я ни разу в жизни от тебя не слыхала. Чего? Чего ты не слыхала? Что именно мне не казалось прекрасным? За занавесом послышался плеск, словно там разыгрался бесшабашный дельфин. Слушай, мне все равно, чтобы ты не сказала моей родне, вере и убеждениях, пышка, только не говори, что у меня нет чувства прекрасного. Не забывай, что это моя ахиллесова пята. Для меня все на свете прекрасно. Покажи мне розовый закат, и я весь размякну ей-богу. Что угодно. Питера Пена. Еще и занавес не поднимется в Питере Пенне, а я уже к черту и зашел слезами. И у тебя хватает смелости говорить мне. Ах, замолчи ты. Рассеянно сказала миссис Глаз. Она тяжело вздохнула. Нахмурясь, она сильно затянула сигареты, и потом выпустила дым через ноздри. И сказала, скорее воскликнула. Если бы я только знал, что мне делать с этим ребенком. Она сделала глубокий вдох. Я просто ума не приложу. Что делать? Она пронзила занавеску для душа рентгеновским взглядом. Ни от кого из вас нет никакого толку. Никакого. Твой отец даже говорить ни о чем не хочет. Ты-то знаешь. Конечно, он тоже беспокоится. Я вижу по его лицу. Но он попросту не желает смотреть правде в глаза. Миссис Глаз поджала губы. Сколько я его знаю, никогда не желал смотреть правде в глаза. Он думает, что все непривычное и неприятное само собой исчезнет, как только он включит радио и какая-нибудь бездарь завопит во весь голос. Из-за занавеса донесся громкий взрыв смеха. Он почти не отличался от прежнего хохота. Хотя какая-то разница и чувствовалась. Да, так оно и есть. Упрямо и уныло заявила миссис Глаз. Она наклонилась вперед. А хочешь знать, что я на самом деле думаю? Хочешь? Бесси. Бога ради. Ты же все равно мне скажешь. Так зачем же ты? Я думаю, честное слово. И это совершенно серьезно. Я думаю, что он до сих пор надеется услышать всех вас по радио, как раньше. Я серьезно говорю, пойми. Миссис Глаз снова глубоко вздохнула. Каждый раз, когда ваш отец включает радио, я и вправду думаю, что он надеется поймать умного ребенка и послушать, как все вы, детишки, один за другим отвечаете на вопросы. Она крепко сжала губы и замолчала, подчеркивая этой неумышленной паузой значение своих слов. Я сказала, все вы, повторила она и внезапно села чуть прямее. То есть и Симор, и Уолт. Она снова резко и глубоко затянулась. Он весь ушел в прошлое с головой. Он почти не смотрит телевизор, когда не показывают тебя. И не вздумай смеяться, Зуи. Это не смешно. Господи, да кто тут смеется? Да, это чистая правда. Он абсолютно не понимает, что с Фрэнни творится что-то неладное. Абсолютно. Как ты думаешь, что он мне сказал вчера, после вечерних новостей? Не кажется ли мне, что Фрэнни съела бы мандаринчик? Ребенок лежит пластом, заливается слезами от каждого слова, да еще бормочет. Бог знает, что себе под нос. А твой отец спрашивает, не хочет ли она мандаринчик. Я его чуть не убила. Если он еще хоть раз, миссис Глаз вдруг умолкла и уставилась на занавеску. Что тут смешного? Сурово спросила она. Ничего. Ничего, ничего, ничего. Мне мандаринчик нравится. Ладно. От кого еще нет никакого толку? От меня, от Леса, от Бадди. Еще от кого? Раскрой мне свое сердце, Бесси. Ничего не утаивай. В нашем семействе одно нехорошо. Больно все мы скрытые. Мне не смешно, молодой человек. Это все равно, что смеяться над коллегой, сказала миссис Глаз. Она не спеша заправила выбившуюся прядь под сетку для волос. Ох, если бы я только могла дозвониться до Бадди по этому дурацкому телефону, хоть на минутку. Он единственный человек, который может разобраться во всех этих нелепостях. Она подумала и продолжала с досадой. Если уж польет, то как из ведра. Она стряхнула пепел в левую руку, сложенную лодочкой. Бубу вернется после десятого. Уэйкеру я побоялась бы сказать, даже если бы мне удалось до него добраться. В жизни не видела подобного семейства. Честное слово. Считается, что все вы такие умники и все такие, а когда придет беда? От вас нет никакого толку. Ни от кого. Мне уже порядком надоело. Какая беда! Силы небесные, какая беда пришла! Чего тебе надо, Бесси? Ты хочешь, чтобы мы пошли и прожили за Фрейней ее жизнь? Сейчас же перестань, слышишь? Никто никого не заставляет жить за нее. Мне просто хотелось бы, чтобы кто-нибудь пошел в гостиную и разобрался, что к чему. Вот и все. Я хочу знать, когда наконец этот ребенок соберется обратно в колледж, чтобы кончить последний семестр. Я хочу знать, намерена ли она наконец проглотить хоть что-то питательное. Она же буквально ничего не ела с субботнего вечера. Ничего. Я пробовала с полчаса назад заставить ее выпить чашечку чудного куриного бульона. Она выпила два глотка. И все. И то, что я заставил ее съесть вчера, она вытошнила. До капельки. Миссис Глаз примолкла на миг. Как оказалось, только перевести дух. Она сказала, что попозже может съесть сырник. Но при чем здесь сырники? Насколько я понимаю, она и так весь семестр питалась сырниками и кока-колой. Неужели во всех колледжах девушек так вот кормят? Я знаю одно. Я-то не собираюсь кормить молоденькую девушку, да еще такую истощенную едой, которая даже... Вот это боевой дух. Куриный бульон или ничего. Я вижу, ты ей спуску не даешь. А если уж решила довести себя до нервного истощения, то пусть не надеется, что мы ее оставим в мире и в покое. Не смей дерзить, молодой человек. Ох, что у тебя за язык. Если хочешь знать, я считаю, что именно такая еда могла довести организм ребенка до этого странного состояния. С раннего детства приходилось буквально силой впихивать в нее овощи или вообще что-нибудь полезное. Нельзя до бесконечности годами пренебрегать своим телом, что бы ты там ни думал. Ты совершенно права. Совершенно права. И как это ты дьявольски проницательно смотришь в корень. Уму непостижимо. Я прямо весь гусиной кожей покрылся. Черт побери, ты меня вдохновляешь. Ты меня воодушевляешь, Бесси. Знаешь ли, ты что ты сделала? Понятно ли тебе, что ты сделала? Ты придала всей этой теме свежее, новое библейское толкование. Я написал в колледже четыре, нет, пять сочинений о распятии. И от каждого я чуть с ума не сходил. Чувствовал, что чего-то не хватает. Теперь-то я знаю, в чем дело. Теперь мне все ясно. Я вижу Христа в совершенно новом свете. Его нездоровый фанатизм. Его грубое обращение с этими славными, разумными, консервативными, платящими десятину фарисеями. Ох, как же это здорово! Своим простым прямолинейным ханжеским способом ты отыскала потерянный ключ ко всему Новому Завету. Неправильное питание! Христос питался сырниками и кока-колой. Как знать, может, он и толпой кормил. Замолчишь ты или нет, перебила его миссис Глаз спокойным, но грозным тоном. Ох, так бы и заткнула тебя рот слюнявчиком. Что ж, давай. Я просто стараюсь поддерживать светскую беседу, как принято в ваннах. Какой ты остроумный! Да чего же ты остроумный! Представь себе, молодой человек, что я вижу твою младшую сестру несколько в ином свете, чем нашего Господа. Может, я покажусь тебе чудачкой, но это так. Я не вижу ни малейшего сходства между спасителем и слабенькой, издерганной студенткой из колледжа, которая читает слишком много книг о религии и все такое. Ты, конечно, знаешь свою сестру не хуже, чем я, во всяком случае, должен был бы знать. Она ужасно впечатлительная. Всегда была впечатлительная. Ты это прекрасно знаешь. На минуту в ванной стало до странности тихо. Мама, ты все еще там сидишь? У меня ужасное чувство, что ты там сидишь и дымишь пятью сигаретами сразу. Точно. Он подождал, но миссис Глаз не удостоила его ответа. Я не хочу, чтобы ты тут рассиживалась, Бесси. Я хочу вылезти из этой проклятой ванны, Бесси. Ты меня слышишь? Слышу, слышу, сказала миссис Глаз. По ее лицу опять пробежала тень волнения, она нервно выпрямилась. Она затащилась с собой на кушетку этого идиотского Блумберга, сказала она. Это просто негигиенично. Она тяжело вздохнула. Уже несколько минут она держала пепел от сигареты в левой руке, сложенной лодочкой. Теперь она нагнулась и, не вставая, стряхнула пепел в корзину для мусора. Я просто ума не приложу, что мне делать, заявила она. Ума не приложу и все тут. Весь дом перевернулся вверх дном. Маляры почти закончили ее комнату, им нужно переходить в гостиную сразу же после ланча. Не знаю, будить ее или нет, она почти совсем не спала. У меня прямо ум за разом заходит. Знаешь, сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз имела возможность пригласить маляров в эту квартиру? Почти два... Маляры! Ха! Дело проясняется. О малярах-то я и позабыл. Послушай, а почему ты не пригласила их сюда? Места предостаточно. Хорош хозяин, нечего сказать. Что они обо мне подумают, черт побери? Даже в ванну их не пригласил. Когда... Помолчи-ка минутку, молодой человек. Я думаю. КОНЕЦ! Продолжение следует...